Приветствую вас сердечно, включил запись, пожалуйста, представьтесь, я представлю... Ваше видео не работает, вы, пожалуйста, видео включите, я вижу... Хорошо, да, представьтесь, пожалуйста, да, я от школы человек будущего Homo Futurus, а у нас принято, чтобы гость тоже представился. Ну, конечно, как же не представиться, да, уважаемый Хосе Магаледович, я врач-психотерапевти, ну, можно сказать, ваш коллега, именно из докторов и психологов, да, а именно врачебная психотерапия, доктор Олег Катастрофский, и, конечно же, вот наша встреча интересна, я думаю, тысячам, может быть, даже сотням, может быть, миллионов людей, с точки зрения беседы двух врачей с нашим менталитетом, вот такого патриарха отечественной, можно сказать, психотерапии, как вы, да, и вот разработчика, исследователя всего нового, как я, и комбинатора такого, великого комбинатора методов психотерапии, как я себя называю, да, я создал свой метод ревизии, ревизии активации жизни, вот, ну, есть с чем поделиться тоже, но, конечно же, в первую очередь, мне интересно, вот, ваш... Меня зовут Хасай, вас как зовут, вы громче скажите, потому что... И микрофон немножко поближе, чтобы четко было слышно. Да, меня зовут Олег, Олег. Очень приятно, Олег. Да, и, соответственно, мне очень интересно ваш опыт, знания, для того, чтобы вы поделились с тысячами людей, может быть, и сотнями тысяч, вот своим, и не просто методом, а результатом, и способами его применения. Сегодня я попрошу вас поговорить о обыденной жизни, не о нашей профессиональной деятельности. Вот сегодня мне интересно вам задать несколько вопросов и услышать ваши ответы о том, как человек, может, применяя отдельные, достаточно простые, гениально простые, я всегда говорю, что до, просто до безобразия гениально простой метод, или отрывочные фрагменты метода, отдельные приемы метода, для тех или иных успехов, совершенствования, может быть, исправления отдельных аспектов своей жизни, в том числе и самопомощи. Вот. Задавайте, я буду отвечать. Хорошо. Поэтому, первое, вот вы говорите часто о таком состоянии ноль, о том состоянии, которое, как, подправьте меня, потому что я говорю с ваших слов, потому что я изучил, прослушал десятки ваших вебинаров, семинаров, прочитал книгу, не одну. И вот это состояние ноль, нирвана, которое тысячи лет, которым тысячи лет человечество, ну, так скажем, определенные концепции, да, психологические или религиозные, стремятся, начиная с йоги, буддизма. И сейчас широко вот люди за этим идут, вот, как спасение себя от того же ужаса, который вокруг творится, вокруг пространства, да, наших. Так вот, что это такое за состояние ноль, состояние нирвана? Расскажи мне, пожалуйста. Ну, в самом простом формулировании это состояние эмоциональной безмятежности. У нас есть индикатор напряжения, например, который я в нашей школе всем даю, это виртуальный индикатор, это то, что в свое время давал Хаббард, он давал в приборном виде, так называемый энметр, я покажу сейчас. Это шоу где-то давным-давно, вот такой прибор был у него, он придумал эмметр, измерять уровень нервно-психического напряжения человека. Я работал на нем, работал. Да, ну, вот этот эмметр очень дорогой, он стоит там 20 тысяч долларов или дороже, там нового качества создавали техническое и так далее, очень дорого, и все там у Хаббарда вылавливали даже людей на улице, условно говоря, и предлагали им стать бизнесменами, учиться бизнесу, зарабатывать деньги. На самом деле у них, оказывается, учиться бизнесу, это приглашать еще людей. И распространять. И они стали миллиардерами. У нас вместо этого дорогого эмметра индикатор напряжения бесплатный. Вот это 10, я отвечаю на вопрос, что такое нирвана. Вот это 10, это страх, боль, это когда тебя колотит, это когда не знаешь, как жить, когда потерял все свои возможности, простерялся, ну, бомба летит, или стул сломался, любимый, ты упал, лежишь и думаешь, как быть, вот все потерял. Неопределенность. 10. Здесь 10 делений, а это 0. Это будет шторм, а это будет штир. Вот это есть нулевое состояние, это есть нирвана. Это вот состояние безмятежности. Потому что обычно мы все находимся в суете, как говорилось, все из суета до томления духа. Это зависимость от чего-то, задействие от чего-то, ожидание от чего-то, похвалят, не похвалят там, ударят, не ударят там, мы все задействованы. А вот это нулевое состояние безмятежности, полной эмоциональной дистанцированности, эмоциональное такое созерцание. Это состояние, которое часто бывает между сном и больствованием, и часто бывает после сильной нагрузки, когда человек выполнил какую-то работу, сел, отпустил себя, и у него нулевое состояние, когда и мыслей нету, и диалога никакого внутреннего нету. Сидеть, кто посмотрит перед собой. Вот это пустота в голове. Я попутно хочу сказать, что вот этот внутренний диалог, с которым все борются, они такую большую ошибку делают. Потому что внутренний диалог – это проекция социума в человеке, в его мозге. И в нормальном состоянии нервно-психического напряжения, например, на пятерке, он этот внутренний диалог совершенно не замечает. А как только напряжение растет, как артериальное давление, как частота пульса и так далее, когда напряжение растет, он начинает звучать в нем. И поэтому, когда люди пишут о том, как нам избавиться от эмоционального вот этого состояния или внутреннего диалога, они имеют в виду подсознательно, когда он им мешает. Потому что в обычном состоянии он никак не мешает. Мы просто по одной из методик, мы с Романом Газенко, нашим психолингвистом, ее разрабатываем, и на наших вебинарах даем. Выговариваем, просто закрываем комнату, человек ходит по комнате туда-сюда, потому что повторяемые движения снимают напряжение. Это я написал еще 30 лет назад, и песня стала народной, теперь все это знают. Или ногой качать, или пальцами стучать, или голову чесать. Повторяемые движения. Или дрожать. Нервная дрожь. Это все на разных частотах повторяемые движения, они снимают напряжение. Так вот, снимается внутренний диалог, когда снижается нервно-психическое напряжение. Потому что внутренний диалог – это нормальное по природе явление. Но когда нервно-психическое напряжение очень высокое, вплоть до кризисного состояния, ну вот психически больные люди даже голоса слышат. Поэтому они жалуются врачу, вот голоса, вы знаете, как доктор. Так вот, что такое нулевое состояние. Нулевое состояние – это то естественное, нормальное состояние, когда есть некое безмыслие, которое возникает либо после сильной нагрузки, либо ты сам осознанно можешь его культивировать с помощью медитации. Потому что Будда 30 лет там с лишним искал состояние, когда нету страха, боли, подражание авторитетам, шаблонов мышления, когда покоренное эго, инстинкт самосохранения покорено. И придумал вот путь для этого – медитация. А у нас вот это выговаривание, например, или сейхрогимнастика, которая у меня уже частью стоит в учебнике по физкультуре для 10-11 классов, профессора Матвеева. Это подбор действий синхронных к текущему состоянию в моменте. И ты выходишь на это, на любое состояние. Никаких проблем нет. Правильно ли я понимаю, доктор Хасань, что вот это состояние, можно сказать, состояние зависания. Вот у нас в жизни мы иногда сами, или втыкаем, вот втыкаем в точку, и видим, что человек завис и втыкает в одну точку, как будто потерялся. Нет, нет, завис на высоком напряжении. То есть это наоборот? Наоборот, конечно. Он завис, как компьютер, и тогда его надо перезагрузить. И тогда надо выйти на ноль, чтобы произошла перезагрузка. То есть тот человек, когда мы видим, что человек в деловой, в какой-то социальной обстановке начал втыкать в точку, потеряв контакт с окружающим, это не ноль, это наоборот перегрузка. Нет, надо понять, что он там чувствует в этот момент. Может быть, он там отдыхает в этот момент от этого разговора. Как говорится, выйти на балкон. Раньше, когда бизнесменов учили, было такое понятие, прежде чем подписывать решение, выйди на балкон. То есть отвлекись немножко, выйди на балкон, посмотри на улицу, чтобы ты мог перепонять, потому что ты под влиянием впечатления, находясь в потоке, можешь выдать такое решение, подписать, а завтра выспишься, проснешься, утро вечера мудренее, потом подумаешь, что я наделал, что я подписал. Поэтому зависит от того, что он там в этот момент переживает. Может, он в этот момент обдумывает, может, он размышляет, может, он вышел, как говорится, условно на балкон, а может, он тупо завис, потому что на пике напряжения, ему надо перезагрузиться. И тогда ему надо сделать то, что инстинкт подсказывает. А что вот мой сын Ален Алик придумал? Он говорит, голову в плечи втягивай несколько раз, кулаки сжимай, потому что организм сам подскажет, что надо сделать, но в культуре этого нет. Это есть в синхрофизкультуре. Потому что люди раньше не знали, потому что по моде нашей, по культуре нашей, дрожать нельзя. Надо держать себя в руках. На школе этому не учили, что надо сделать то, что организм подсказывает. Вот он завис. Организм-то ему подсказывает, что сделать. Может, зевать надо, может, голову чесать, может, пальцами стучать, может, там, вот так вот сделать, потянуться. А он не делает, потому что он думает, что это нельзя. Его в школе этому не учили. Запрещали даже скорее. Даже запрещали. А по культуре не принято, потому что ты там тянешься, а другому это неприятно. Ему в этот момент хочется наоборот, сколько хочется. Поэтому один сидит ногой качает, а другому это неприятно. Поэтому культуре принято сидеть ровно, не качать ногой, не дергать головой. А поэтому и жвачка пошла по миру. Когда ты жуешь, повторяемое движение снимает напряжение. Ну, много чего пошло по миру. Например, есть обязательные танцы классические, которые надо выучивать. А есть танцы свободные. Поэтому танец свободный, рок-н-ролл, пошел по миру, когда надо делать то, что ты хочешь, а не то, что нужно. Но это много разных нюансов. Я отвечаю на ваш вопрос, когда человек завис, это ноль или нет. Нет. Это надо выяснить, что он там в этот момент делает. Однажды это может быть ноль, когда он без мятежности, когда облака плывут, мысли плывут, ничего внутри не трогая. Вот у него нулевое состояние. Потом вдруг вспомнил, что экзамен не включился. До включения он был в нуле. А другой раз он завис, потому что на пике напряжения. Ему надо снять напряжение. Потому что он на пике напряжения это соображать не может. Он не может творчески подходить к вопросу. Потому что творческий подход – это поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческой ценности. Это любовь, это сопереживание, сострадание, чувство бесценности живого. Это созидание. Правда ли, что как раз в момент вот этого высокого психоэмоционального и, возможно, и физического напряжения как раз-то и нужно применить ключ, зная хотя бы отдельные его элементы. Какие элементы нужно применить, чтобы снять вот это вот текущее психоэмоциональное напряжение у себя в жизни. Текущее в связи с какими-то внешними или внутренними переживаниями. Тревожность и панические атаки, и страхи, они провоцируются даже на фоне информационного поля. Или жизненные какие-то обстоятельства, конфликты личностные, переживания и так далее. Вот человек в этом состоянии или на работе напряжение какое-то просто текущее психоэмоциональное или физическое. Что делать? Давайте разделим, условно говоря, нашу жизнь на несколько фрагментов. Фрагмент подготовки к ответственным ситуациям, например, к экзаменам. Там надо делать одно. А после экзаменов надо делать другое. Во время экзаменов надо делать третье. Когда мы все в одну кучу смешиваем, что делать человеку, когда что, все зависит от того, в каком он исходном состоянии и какие у него цели. Поэтому на вопрос, а что делать человеку, не объяснив задачу? Каждый воспринимает по-своему. Ну, давайте выделим какой-то фрагмент. Например, в обычной жизни, но он же в обычной жизни бывает, всю жизнь, постоянно. Он же что-то, к чему-то готовится, восстанавливается, мечтает, что-то хочет, какую-то цель решить. Какой фрагмент вы хотите, чтобы мы сейчас воспринимаем? Меня как специалиста больше волнует ситуация. Ну, точнее, я-то их знаю, но моим, так скажем, и вашим слушателям, и тысячам людей, может быть, миллионам. Важен ответ на вопрос снятия напряжения текущего, когда человек по каким-то причинам испытывает внутреннее состояние, психоэмоциональное, панические атаки, тревожность, страхи, или внешне психоэмоциональная нагрузка, конфликты или трагичные, травматичные события. Ну, все из-за того, что он хочет на самом деле, если он ежесекундно нуждается в помощи в острой, он мне просто звонит в WhatsApp или в Skype, просит помощь, я ему за пять минут показываю, что надо сделать, и он делает. И если у него было десять, и он был в кризисе, он через пять-десять минут становится на ноль, потому что у нас есть ключевое дыхание за одну минуту, у нас есть подбор действий, потрястись там и так далее. Это зависит от того, в каком он состоянии ко мне обратиться, или к нам в школу обратиться, или к вам обратиться. Или он хочет сейчас научиться за короткое время, и потом всегда, когда у него будет стресс, как его снимать, как выходить из паники. Что он хочет конкретно, в каком он исходном состоянии. Хочет научиться. Хочет научиться. Конечно. Он заходит ко мне в бесплатный ликбез, это у меня есть такой плейлист на моем YouTube-канале «Метод Ключ Хаса Ареева», плейлист, бесплатный ликбез. Там по два-три часа люди в Zoom заходят, говорят свои вопросы, получают ответы и видят, как это делается. Причем я там не задаю вопросы, как зовут, не хочет, не говорит, как прошло детство, не хочет, не говорит. Там не задаются ненужные интимные вопросы, которыми увлекаются психотерапевты, психологи современные. Это же новый метод. Там нейрокибернетика. Там ничего этого не спрашивают. Хочешь – скажи, хочешь – не скажи. И так пусть заходят в YouTube-канал, подписываются в YouTube-канале, открывают главную страницу, смотрят внизу. бесплатный ликвец там по два-три часа продолжительности с примерами яркими. Видно, как люди выходят из стресса. И человек смотрит и научается. И также записаться в мой телеграмм этот Ключ Хаса Алиева. И там в моем телеграмме есть платформа, которая называется «Как помочь себе». Пожалуйста, ради Бога. То есть, правда ли, правильно ли я понимаю, что человек, который, ну, не может себе позволить или еще не нашел хорошего специалиста, который бы нашел причины и убрал причины тревожности, панических атак, страхов, вот этих конфликтных внутренних, внешних конфликтных состояний, но не решил эту проблему, но испытывает эти состояния, может, благодаря методу Ключ, контролировать вот эти симптомы деструктивные. Ну, это же зависит от того, здоровый человек или, может быть, он травмы мозга перенес, может перенес облучение, а может перенес инфекционные заболевания. Вот так же нельзя огурно про всех говорить. Ну, пусть выйдет туда и там мы с ним поговорим, да, конечно. Да, мы говорим про наиболее широко распространенные случаи, когда человек испытывает эти состояния, связанные, ну, по моему уже многолетнему опыту, связанные в большинстве случаев не просто с психотравмирующими ситуациями там детства или недавними, а часто передающимися семейными сценариями. Вот. И человек, пока мы не найдем истоки этих сценариев, человек будет испытывать эти состояния, но благодаря методу ключ, он научится их проявление контролировать. Это может менять свое отношение к этому сценарию, вот к тому, где он в суете, как говорится, и в томлении духа, где он в зависимости от ситуации, он сможет научиться смотреть на это со стороны, у меня есть картинка такая, и участник события, и его свидетель. Так этому же и учил Будда в свое время. Да. И вот обудьи. Вот я как бы комплимент вам и вашему методу, я-то его практикую, вы сказали, о гимнастике и о школьных уроках физкультуры, а я его, с него начинаю с элементов метода, я начинаю утреннюю гимнастику каждое утро свое. Вот. И тогда я вхожу вот в этот рабочий ритм и потом полчаса, час делаю уже физические упражнения, в том числе и силовые. А себя заставить просто начать их делать мне гораздо сложнее. Я начинаю... Я хочу сразу сказать, что синхрогимнастика отличается от обычной физкультуры именно тем, что там есть принцип подбора действий синхронных к текущему состоянию. Вот человек не хочет даже вставать утром. Так и не надо ему вставать, он может лежа на пальчике вот так поделать, найти ту частоту, когда продолжается на автомате. Там есть принципы. Я сейчас не хочу это, потому что я там по 2-3 часа каждый день рассказываю, пусть заходит и смотрит. что можно это без насилия над собой, потому что очень много людей себе угробили именно потому, что они начитавшись бег ради жизни, например. Вот в моей молодости все бегали, в 5 утра вставали, я тоже бегал, потом проходил и досыпал, потому что оказывается я не жавороника по натуре, потом я выяснял почему, а я сова, я после 7 вечера себя роскошно чувствую, а если я утром бегал, я весь день умирал. А многие люди не понимают, как они устроены, были ли детские травмы какие-то, были ли родовые травмы, они не знают, и подчиняясь какой-то общей стереотипу, общему авторитету бегают по утрам, а потом через год-два не понимают почему давление подскочило, почему они спать не могут. Ну, я сейчас не хочу эту медицину раскрывать, у нас там что-то так раскрывается, пожалуйста, любого желающего заходит, пусть там задают вопрос. Да-да-да, и еще вопрос, вы подняли такую тему, как буддистская концепция в буддизме и способ избавления от внутренней воли, как Будда его и назвал, который сейчас в современных технологиях, уже, так сказать, модернизированных, оно превратилось в модную достаточно концепцию медитации випассана. Я ее сам проходил, когда искал … Я просто старый недорасслышал медитацию, еще раз скажите. Випассана, випассана. А, випассана, да-да-да. Випассана. Вот, я ее сам проходил, и, честно сказать, просидев 10 дней, 10 дней в этой випассане, с 4-х. Это глупость какая. Зачем? Я тогда не знал про метод ключ и вообще про возможности психотерапии. Это было достаточно давно назад, но я искал решение… На этом день делают, поэтому людей, особенно молодых, затягивают туда. Я, когда молодой был, тоже все проходил, все проходил, все проходил. Удивляюсь, почему люди такие вот неопределенностью пользуясь и своим авторитетом очень много коммерческих людей, они пытаются затянуть все эти своих влияний, называются манипуляциями, да. Так что это не нужно, может, за одну минуту ключевым дыханием выйти на это состояние, которое Бутылька у меня учился, я его в Новосибирске учил, когда у него руки пошли, у меня дыхание стало как надо, а Бутылька-то стал, какое дыхание. Потом Стрельникова, она у меня не училась, но я изучил ее приемы, я сказал, там у Стрельникова форсаж дыхания, у Бутылька-задежки дыхания, у Стрельникова форсаж дыхания, а эффекты то и те же самые, в результате. Изучал, почему. Оказалось, что дело было не в дыхании, а дело было в ритме действий, синхронных текущему состоянию, как я выяснил. поэтому мы сделали профессор Матвеев синхрогимнастику туда поставил, после многократного изучения, исследований и так далее. Оказывается, все дело в синхронизации действий материальных в текущему психическому состоянию. Вот эта связь, эта гармония между духом и материей снимает лишнее напряжение, потому что это лишнее напряжение от противоречий возникает. Иными словами, точнее, не иными словами, а немножко подытоживая вот то, что мы с вами проговорили, то, что мы от вас услышали, все-таки никто не получил конкретных инструментов. Люди хотят часто, ну, знаете же, волшебную таблетку. Дайте нам здесь и сейчас, что же бы нам ничего вот не показали такого. А вам, как доктору, придется с ними работать, потому что их же не учили этому никогда. И поэтому вам приходится им раскрывать, что надо делать, как надо делать. Вот это понятно. Да, но тем не менее, они могут, каждый человек может прийти к вам на YouTube-канал и в Facebook. Конечно, и все равно вам тоже придется, потому что тут работы для всех хватит. Просто хорошо, что вы ко мне вышли, получили дополнительные сведения. Может быть, получится, что я вам дам то, чего я никому не даю для личного использования. А поскольку вы врач, вы можете это применить, метод-ключ для своих пациентов, клиентов, добавив туда то, чего я вам отдельно скажу, там, технику безопасности, там, и прочее. Потому что ко мне приходят иногда люди, совершенно не понимая, что надо пройти специальную подготовку, чтобы учить других людей. Сколько людей могут загубить, вот, по-неостороже, но слово можно и убить, и воскресить, слово уже, такая вещь, да еще дать такую мощную технику, не зная, как с ней обращаться. Все равно, как стакан, Ленин говорил, можно по голове дать, а можно воды выпить. Поэтому я вам с удовольствием подскажу кое-какие вещи, которые я в интернете вообще никогда не выставил. Потому что то, что мы даем в интернете и в книгах, которых у меня 25, а многие из них на иностранных языках, это для личного использования, не для обучения других людей. Да, да, да. И вот, тем не менее, я вам благодарен, хоть я непосредственно у вас обучение не проходил, но я вот пересмотрел десятки ваших видео и многое понял, имея вот эту медицинскую, естественно, базу понимания того, что происходит, ваше объяснение и тем не менее, я отдельные элементы вашей техники, вашего метода, гениального метода использую. Вот. И рекомендую, но, конечно же, я никого не учу, я просто говорю, делайте так, не объясняя. Механизм человек просто его делает, просто потому, что доктор вот сказал, вот делает так и видит эффект. Буквально бывают ситуации, когда человек находится в остром стрессе, когда человек находится в острой панической атаке, в какой-то ситуации неуправляемой, и когда говоришь, а ну-ка встань, покрутись, всего лишь, покрутись, и вдруг на каких-то двадцатой, тридцатой секунде на видео, я онлайн в основном работаю, я вижу расплывающаяся улыбка или лицо безмятежности вот этой, и мы достигаем этого результата, и человек уже возвращается в сеанс, и мы можем с ним, с ней работать, уже дальше методами психотерапии. Поэтому, конечно, я вам очень благодарен, надеюсь, что мы с вами еще встанем. Я начал сразу попутно пользуясь моментом вас поблагодарить за вопросы, и второе, насчет покрутись, надо быть очень осторожнее, потому что человек случайно спотнется, ногу сломает, потом вас суд подадут. Это надо делать очень аккуратно. Ну, сейчас, знаете, против инфо-цыган, так называемых, идет целая эпопея. Кто-то решил на этом заработать и начинает бороться с людьми, которые кому-то помогают. Ну, потому что есть такие люди, которые, как бы, помогая другим, целые миллиарды заработали, обманывая их. А есть честные врачи, которые помогают. Их тоже загребут в эти инфо-цыган и будьте аккуратнее. Ну, да, конечно. Тут зависит еще от, конечно, от психического состояния человека. В общем-то, стараемся выбирать адекватных, даже тяжелых. Это очень осторожные вещи надо делать. Пять секунд в день, сначала надо там, ну, короче, там это целая история, это не просто. Да. Я вам хочу попутно сказать, вот я картины рисую, и всем, кто смотрит первый раз в нашей встрече, пожалуйста, запомните, люди часто болеют неврозами, пограничными состояниями, психосоматикой, лишаются сна и так далее, потому что у них недораскрытые творческие способности. Надо заниматься любимыми делами в виде хобби, в виде любимого дела, которое потом может перерастет в ваш продукт для обмена с людьми своим творчеством. как говорил великий испанец Пикассо, это значит искусство, чтобы стряхивать пыль с рутины. Ну да, потому что когда вы в рутине, вы в томлении духов, в задействованности, в бытовщине и не заняты любимым делом, но у вас напряжение растет, я хочу, чтобы вы все поняли, болезни в основном происходят или по физическим причинам, психотравмы или по генетическим, или потому, что человек не занимается любимым делом, по разным причинам не занимается, либо считает, что это ему дохода не пронесет, какой смысл в этом, либо не знает, чего он любит, потому что в детстве вот у нас в Советском Союзе было много кружков, дворцов, пионеров, все ходили, я на горни играл, кто-то на барабане, кто-то вышивать любил, так вот оказывается, у нас есть комната сейчас психологическая разгрузка, это когда вы берете М-метр, вот этот индикатор напряжения бесплатный, потом заходите в свою комнату закрывать, чтобы никто не видел, не слышал, что вы там бормочете, выговариваетесь, там есть техника, как выговариваться специально, чтобы это было в потоке, чтобы между словами не было прижива, если не знаете, как вы говорится, говорите, раз, два, три, так, целые техники смотрите у нас на наших каналах, на наших вебинарах, смотрите, на бесплатных ликбезах, смотрите, я почему это говорю, инструментов уже много, потому что сейчас 21 век, и люди просто раньше, буквально 5-10 лет назад, я сам многого этого не знал, о чем я сейчас вам расскажу, очень стремительно все развивается, тем более у нас сейчас есть интернет, так что я вам очень благодарен, коллега, будем дружить дальше, будем раскрывать вот так вот людям, как говорится, свет в конце туннеля, занимайтесь любимыми делами все, и чем больше любимых дел, это не обязательно рисовать или петь или танцевать, любимых дел много, кто-то любит в огороде копаться, кто-то любит цветы собирать, кто-то любит песню петь, но это много, чем больше любимых дел, тем больше точек опоры, потому что когда вы находитесь в любимом деле, у вас происходит переход из нулевого или через нулевое состояние в поток, Чик Сен Михаил об этом писал, поток, где вы рисуете или поете, и, как говорится, вашей рукой вводит Бог. Это очень здорово, будете здоровы, и будьте здоровы, и будьте счастливы, друзья. И любите спасибо, доктор Хасай, за ваши слова. Да, вот вам вдохновение, тут, кстати, у меня на стене есть и мои работы, и небольшие, я люблю миниатюры. Вы нам в следующий раз приготовьте и покажете. Мы все порадуемся, мы все порадуемся. Спасибо, что мы находим друг друга по интересам, не только профессиональным, но и по творчеству. Так что вдохновение этого самого потока вам и вашим благодарным пациентам, ну и нам всем, врачам, которые используют ваш метод, благословенный метод, я бы сказал. Спасибо вам сердечное здоровье, счастья, успехов, полезные в вашей деятельности. Спасибо. Спасибо. До встречи. Так, я завершаю. Сейчас я посмотрю. Завершение. Завершение. Останавливаем.